И всем привет ребят, с вами Сторваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашим пятничным замечательным ивентам, которые у нас появились в игре. Сегодня мне вот просто, вот сижу и думаю, что можно записать в нашей любимой игре. Но вот есть у нас время, есть желание, есть мотивация записать что-то интересное, и хоп, у нас в игре появляется новая замечательная демочка. С довольно таки неплохими картами, иран полигон и еще одна какая-то карта у нас там имеется, я честно говоря даже не запомнил, не смотрел. Я думаю, почему бы не зайти по Бырику, по Шурику, попытаться выполнить все миссии, при том что у нас миссии вообще просто very wonderful, 150 мин, на Хантере, Викинге, Крусейдере, Диктаторе 100 киллов, демочка, 20 тысяч кристаллов и все, и все, вот и все заданочки, которые вам нужно выполнить. Я сижу и думаю, блин, а почему бы не записать видос, и не показать какое-то интересное сочетание, которое вы, например, все знаете, Викинга Молота, и попробовать максимально, быстро и качественно выполнить. Ну и посмотреть вообще, что происходит в этой демочке. Я уже одну карточку, конечно же, сыграл, посмотрел, мне довольно таки неплохо понравилось, конечно, я получил не такое большое количество кристаллов. Ну что касаемо карт, подбора мне реально вдохновило то, что они добавили именно эти карты, и ран, полигончик, то есть для демки, это, ну, те самые карты, которые реально очень круто подходят, и в такой комбинации мне, ну, даже самому приятно играть, например, на Викинга Молоте, залетая в этот режимчик, ну, прям вообще по красоте можно залетать и набивать фражочки. Поэтому запишем сегодня такой вот игрового формата видос, постараемся быстро кильнуть большое количество фрагов, вот тут молодой человек поднимает звание, поздравляем его, если он там вдруг каким-то магическим образом будет смотреть данный видеоролик. Ну и пытаемся делать максимум за максимально короткий период времени, и посмотрим, сколько у нас вообще получится зафармить кристаллов. Вот, если вам подобного рода видосы нравятся, ну, это больше, наверное, даже такая потниловка сейчас будет, будем потеть, пытаться быстро кило давать, а не балаболить, то поддерживайте данный видеоролик лайком, буду тоже что-то такое, не только балаболить в игровых видосах, а стараться что-то контентовое давать на максималочку. Поэтому как-то так, давайте. У нас есть викинг, у нас есть молот, отличная пушка, отличный овердрайв викинга, который тоже можно грамотно реализовать, поэтому стараемся, смотрим, что из этого всего у нас получится. Пока что уже летим за полторы минуты 9 киллов, очень неплохой результат, поэтому концентрируемся и стараемся давать еще больше. Пока что получается неплохо. Кидаем хороший молот, мне, конечно, в спину добавляют. Я уже, к слову, второй или третий раз встречаюсь с одним и тем же игроком, а, второй, да, то есть я второй же катку пику, я до этого не играл, вот этот вот замечательный человек с ником Азербак, тоже знаю его, раньше очень любил играть островочки, но теперь островочки уже не актуальны. Он играет тоже демочку, отличный молодой человек, если вдруг смотрит видосы, тоже ему огромнейший привет, поэтому давайте стараемся и пробуем давать как можно больше киллов. У меня есть овердрайв, можно его тоже пробовать как-то реализовать, титанчик какой-то куполочек здесь воткнул, у меня аптека была, можно было прожать. 14 киллов за 2 минуты, очень хороший результат, прям вообще великолепный, поэтому для тех ребят, которые, например, там думают, на чем лучше поиграть, можете тоже брать на заметочку вот такое вот замечательное сочетание и уже пробовать его грамотно реализовывать. Так, 2 килла есть, давайте еще попробуем вот этих зацепить, молодых, ну хотя бы так, хотя бы 3, хотя бы 3, 3 тоже не так плохо. Вика молота у меня стырили, к сожалению, ой, Вика жига, ой, ничего страшного, немножко уже есть, стараемся дальше, 3 минуты прошло. Здесь весь плюс в том, что если вы делаете быструю досрочечку, вы поднимаете довольно некислое количество кристаллов. Вика молотов, к слову, тоже здесь становится все больше и больше, но мы стараемся давать вот, ну, например, такие фраги, да, то есть 2 сразу добавку такую оформлять, красивую. Если у меня такое будет часто получаться, то каточку сейчас мы быстро закончим, полетим в новую. 20 киллов уже есть, есть овердрайв на центре и прошло половина боя. Надо стараться сейчас еще давать. Если вот сейчас солью, например, вот этого молодого кента, будет вообще шикарно, но я его не сливаю. У него какой-то дрон еще интересный, это спасатель что ли, или что у него? А, ладно, хорошо, он не срабатывает, вроде это был спасатель, но он не сработал. Так, пробуем, пробуем, пробуем накидочку, хорош, забрал. Так, пол боя, да, еще тут вот этому можно накинуть молодому чебуреку, но я его не слил, к сожалению. Вот этому, успею? Нет, не успел забрать. О, второго забрал. Неплохо. Вика, ой, Вика, говорю. Русейдера пулемет, который играет на клавиатуре, это что-то новое, я такого еще не видел. Какой-то жесткий тип. Ладно, 65% овердрайва, было бы неплохо вот эту изидочку чпакнуть. Изидочку, ну, один выстрел только им накинул, хорошо, вторым добил, шикарно. Мину можно не ловить, можно попробовать забрать дикожигу. Ваншот, хорошо, шикарно, 25 очка, еще время очень много. Молоту, накидку оформляем, красивую. Без аптечки оставляем его. И, может сейчас крит? Хорошо крит, прям very wonderful, в очень хороший тайминг падает. И вот этого хорната фреза тоже было бы неплохо слить, он машет мне башней, но, братанчик, извини. Но мне надо киллы, я все-таки видос записываю, я не могу сейчас тут кого-то бить, кого-то не бить. Мне надо киллы, 27 у меня есть, 20 остается до конца. Мне осталось 3 килла, я может просто сейчас прожму овердройвик, вот так вот воткну. И вот так вот просто 3 килла оформляю. Четко за 5 минут, 3 500, 3 500 за демочку. И сразу у вас 30 кильчиков, 3 500 в кристаллы уходит, вам надо 20 тысяч. Ну и плюс вам надо, конечно, стараться в таких боях как можно больше мин ставить. То есть, если вы будете мины грамотно быстро ставить, я забываю иногда ставить. Но если бы я тоже много прожимал, то может быть, ну сейчас сэкономим 2 боя и посмотрим, что по итогу у нас получится. Мосты у нас 3 карта, мосты, мосты. Я вот к слову забывал, что там за 3 карта, иран, полигон и мосты. Очень неплохие карты для демочки, я считаю, что это шикарный подбор. И, ну, определенно эти 3 дня мы можем спокойно пофармить, пофермить в демочке. Шикарный, по кайфу, просто по кайфу. И я вам тоже советую все это дело грамотно и красиво реализовывать. Поэтому, как-то так. 2 кила есть. 2 кила, но 2 кила это маловато, конечно. Можно было там дать побольше. Но не будем расстраиваться, будем стараться выкатывать дальше, да, свою замечательную имба-машину. Ну, может быть, кстати, Вика Молот не так шикарно подходит для этой карты. Здесь можно было бы, наверное, даже попробовать какого-нибудь страйкера. Но для полигона, для замечательного Ирана, Вика Молот, я считаю, что это вообще шикарнейшее просто вооружение. Но и здесь, к слову, тоже уже, видите, насколько много Вика Молотов тоже в боях начинает появляться. Все уже шарят за имбу и уже начинают на ней тоже раскатывать. Мне надо, чтобы сейчас Крит дропнул. Хорошо Крит дропает, но я не убиваю Мамонта. У него еще иммунитет от поджога. Я его не поджег, но слить слил. Хорошо. 3 кила. Пока идем не самым лучшим образом. Стараемся запотеть и давать больше. Надо сливать вот этого Гауссочка. Ну ладно, я его не слил. Надо было вообще Хорю Жигу слить сначала. Я думал, что я его добью. Пожадничал, потому что выдал уже пару выстрелов. Но по итогу надо было добивать сначала другой танк. Так, пробуем сейчас забрать Вика Шафта. Шафт пытается сразу сводку мне оформить. Но, конечно, мы такие тайминги сводки противнику не даем оформлять. Этого сразу забираем. Шикарно. АФК стоит еще один. АФКшника. Ладно, АФКшника мы не сольем. Ага, он у меня подсосал фраг. Нафига себе. Стоял АФК, потом оп-оп, и у меня фраг подсосал. На кризисе своем замечательном. Так, пробуем забрать вот этого Твинца. У него Твинц на дальность. Жмемся в упор. Хорошо. Сливаем его. 7 киллов. Я на первом месте. Но если сравнить, то с какой скоростью у меня шли киллы на карте, которая называется Иран, и киллы, которые идут у меня здесь, то это две разные вещи вообще абсолютно. Блин, вот этого молодого, конечно, слить было бы неплохо. Давай, давай. Блин. Не, я забрал. Обидно. Давай, давай. Хорошо, хорошо. Овердрайв появился. Вот теперь надо грамотно овердрайв реализовать. Киллов дать. Некислое количество. Если дам, будет шикарно. Надо сейчас респ хороший. Где-нибудь рядом с большим количеством противников. А, так этот еще с Бландербасиком Вика Молот играет. Я понял. Так. Респ, ну не сказать, что шикарный под киллы. Да, то есть, ну вот здесь один. Да, но это без овердрайва. И теперь мне надо искать кучку, кучку, кучку фрагов. Два у меня в спине. Кидаю сюда. И прожимаю так овердрайв. Даем вот так. Даем так. Троечку, да? Троечку. Ну, троечка маленькая, конечно, троечка. Ладно, хорошо. Хоть три. Хоть три, при том, что я особо много времени не терял. Наверное, пойдет. Пойдет три. Три пойдет. Кори Эзида хочет меня чпокнуть по-быстрому. Так, ну и пока мы держимся на первом месте. Это хорошо. Но досрочка уже не пахнет. Не пахнет досрочкой, надо ускоряться. Надо стараться давать больше. Если давать буду больше, то, может быть, получится еще здесь досрочечку оформить. Так, и, к слову, у меня иммунитет от Эмми одет. Возможно, стоило бы в таком бою все-таки одеть иммунитет от пробития. Здесь довольно... Ну, вообще, в принципе, в ДМ-ке довольно много встречаются молодых, которые с пробитием играют. Ну, вот здесь, например, от Эмми вообще защита не нужна. Ну, ладно, я уже переодеваться не буду. Но это вам так, чисто на будущее. Чтобы вы тоже смотрели, следили за тем, что одевают у нас игроки. Так, у меня какая-то неприятная тычка сейчас прилетела. А, это вот от этого кризиса прилетела. Хорошо. Пятнарик есть, но время очень мало. Время тает на глазах, поэтому надо стараться давать еще больше. Сейчас киллов. Вика молот. Пытается накидочку оформить, мы ему сразу даем. Вортердамную. Но мне надо еще один овер хотя бы. Если будет хоть еще один овердрайв, может я сейчас еще хоть киллов где-нибудь насобираю. Чуть-чуть хотя бы. О, вот сейчас неплохо. Неплохо сработало. Иммунититочка моя от Эмми. Ну, тяжело, тяжело пока что. Тяжело. Не самый, наверное, хороший шикарный бой. Ну и ранчик получился прям максимально сочный. Так, пробуем Вика молота забрать. Я думаю, что шансы есть. Даем тычку. Сейчас ждем крита. Крит, если вылетает на последнем, вообще шикарно. А, крита нету. Плохо. Ну ладно, мы его все равно забираем. Крит на следующем летит. И теперь Вика Твинсу тоже надо вкинуть. Попытаться сейчас крита выдать. Хорошо, крит есть. Работаем. Еще. Девятнашка. Девятнадцать. И у второго там тоже девятнадцать. Пока идем очень близко. Полторы минуты есть. Есть шанс прожать хороший овердрайв. Дать пару-тройку киллов. И забрать свое законное, замечательное первое место. Вот сейчас бы еще бы этого Вика молота я бы забрал. Было бы вообще шикарно. Но я его, к сожалению, не забираю. Забираю мамонта. Одна минута до конца. Девятнадцать девять процентов. Есть. И теперь пробуем. Пробуем забирать еще кого-нибудь. Надо овердрайв прожимать. Надо искать где-то сейчас тайминг под овердрайв. И прожимать его с респа. Давать как можно больше киллов. Забирать здесь законное свое первое местечко. К слову, здесь по таймингу можно прожать примерно овердрайв. В том же самом месте, где я прожимал первый. Так, прожимаем здесь. Даем два. Даем три. И еще бы кого-нибудь бы зацепить. Было бы шикарно. Но никого больше я не заметил. Пробуем сейчас ехать дико. Ай, дико говорю. Хори. Хори и зитку надо забирать. И хантера. Хорошо было бы, если бы я ваншотнул. Но я не ваншотнул. 27 секунд до конца. 24 у второго. У меня 25. Попробовать дать еще пару киллов. Было бы, наверное, неплохо. Хорошо. Один есть. И добавку еще по титану. Хорошую такую оформить. И добавочку. Ай, подсосал фражочек у меня. Хотел я у него, конечно, подсосать. Так, ладно. Мама, ты меня душат. Душат два толстячка. Толстячки просто надушили. На 27-очку свою я дал. И первое местечко и 3 с половой оформил. То есть за 5 минут 3 с половой. И так же само 3 с половой за 7 минут. То есть в среднем где-то около 4-очки можно с этой демочки брать. Если ловить хороший тайминг, набивать быструю 30-очку. И, например, там у вас будет в катке максимально у второго там места килов 15. То за такие бои можно получать около 5000. То есть по фарму это очень удачная тема. Плюс все заданочки выполняются максимально четко в этом режиме. Но, к сожалению, я с такой концентрацией забывал мины, конечно, ставить. Всего лишь поставил за данный видеоролик 15 мин. Но, что касаемо киллов, что касаемо кристаллов, уже вот десятка есть. Поэтому максимально быстро, четко можно выполнить все задания. Получить в сумме 3 конта и 7 ультраконтов. То есть 10 контейнеров за где-то час-полтора, максимум 2 часа игры. Я считаю, что это очень неплохой результат. Ну, а там миночки, если миночки там долго ставить, ну, миночки там доставите. В принципе, за 3 дня поставить мины, я думаю, что это изи катка. Поэтому как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу демочки. Что вы думаете по вооружению, да, на каком вы желаете и вообще катаете вооружение. И тоже пишите. Ну, а с вами был Бестер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.